Это страшное ДТП случилось в последний день новогодних каникул в Чувашии. В аварию попала многодетная семья. Выжить удалось только 4-летней Ангелине. Из близких родственников у нее осталась лишь старшая сестра, проживающая в Ижевске. Я даже хотела ехать сразу же в первый же час. Но тогда было понятно, что без опеки, без какой-то временной, без подтверждения родства. Мне ребенка никто не отдаст и в больницу, скорее всего, тоже не пустят. Поэтому, когда собрала все документы, помогли очень. Правительство наше сразу, как только так, сразу попало в больницу. Власти республики выделили спецтранспорт. В сопровождении медицинской бригады девочку перевезли в Ижевск. Анастасии помогли оформить документы на опеку. Теперь в семье Самсоновых официально три ребенка. До сих пор Ангелине оказывают психологическую помощь. Ребенок прошел обследование в республиканской детской клинической больнице. Лечение было продолжено. То, которое было назначено еще в Чувашской республике. Были проведены необходимые исследования. И у девочки очень непросто шла адаптация, понятно, после такой трагедии. Больничные палаты Ангелина сменила на теплый дом своей старшей сестры ранней весной. Тогда девочка не отходила от Анастасии ни на шаг. Проведенное время вместе и любовь всей семьи сделали свое дело. Сегодня ребенок открыт для общения со сверстниками. Любит совместные прогулки. Чувствует себя счастливым ребенком, накормленным, здоровым, одетым. Поэтому стараемся создавать ей семейный очаг. Любовь, бабушки, тети, дяди. Все участвуют в воспитании. Все пытаются кто-то забрать себе, иногда погулять. Что-то, какие-то подарки. Поэтому все хорошо. В сентябре Ангелина пойдет в детский сад. Вопрос выделения путевки на контроле уполномоченного по правам ребенка. Наталья Байгозина, Юрий Дроздов. Новости.